Пожар в сочинском спортивном комплексе «Спартак» произошел рано утром 9 октября. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В тушении огня участвовали пожарные из Адлера, Хосты, Мамайки и Дагомыса. Пострадавших не было. Родители, занимающихся на территории объекта детей, потребовали на своем сходе в ТОСе Зареченский от правоохранительных органов объективного расследования причин разгорания. По их мнению, это был не несчастный случай, как утверждают собственники государственного имущества в лице профсоюзов России, а умышленный поджог. Общественность решила держать ситуацию на контроле и требует реставрации здания, так как здесь тренировалось более тысячи детей, у которых теперь нет возможности заниматься спортом. Ситуация, в общем-то, очень, скажем так, трагичная и банальная в то же время. С 9 числа в 6.15 утра уборщица пришла убирать зал гимнастики, включила свет и убирается. В течение часа чуть больше она убиралась. И уже заканчивая уборщица, услышала треск в зале, развернулась и увидела, как из одной из ламп падают такие огненные искры. Ну, она побежала, вроде бы, сушить это хозяйство, все. Но несчастье заключалось в том, что эта лампа висела как раз над прыжковой ямой. А прыжковая яма очень большая, размером 5 на 3 и глубиной где-то полтора метра. Естественно, она была заполнена поролоном. И вот это, все эти горящие элементы лампы, проводов, они упали как раз в этот поролон. Он вспыхал. Сразу. А что, если, предположим, они критичны, и что тогда? Значит, тогда здание нужно разбирать. Оно невозможно для дальнейших хватов. Так, и что нанести этого здания? Ну, это я не могу решить абсолютно. Потому что решать это будет собственник, это федерация независимых подковиков России. Я директор здания, директор, вернее, из подковинного комплекса. Моя задача – это сплофа. Ну, у нас в ТОСе сегодня собрались родители лекарственной группы по поводу того, что сгорел зал. И все пытаются разобраться, что произошло на самом деле. Мы задали вопрос нашим экспертам, возможно ли возгорание, скажем так, центрального зала, а сгореть должен был именно центральный зал. Для того, чтобы жечь Спартак, нужно именно центральный зал зажечь. Все остальное, оно им интересно. А вот тут яма, поролон, то, что куда нужно, только упало. Дров там. Ну, как сгорело и сгорело все, где тринется на другом конце совершенно. На случай сгорело, то, что нужно было, что от чего должен быть пожар. Поэтому сегодня мы со своей стороны проводим общественную экспертизу. Насколько возможен тот, скажем так, механизм возгорания и примерное описание пожара, насколько это возможно от лампочки. Ребенку некуда идти теперь. Просим как-нибудь решить этот вопрос. Мы более года посещали спортивный комплекс Спартак, оздоровительную гимнастику. И вот произошла такая беда у нас, что мы потеряли зал. По чьей вине мы его потеряли, я надеюсь, что выясним и как-то это все, этот вопрос решится. Но сейчас у нас проблема в том, что детей совершенно некуда водить. Мы не знаем. Возраст такой, 5-6 лет. Мы не хотим отдавать серьезный спорт, потому что не по возрасту. А вот гимнастического зала и секции гимнастики мы просто не можем нигде найти. Мы остались на улице. Спортивный комплекс Сок Спартак был построен в 1984 году. С большими традициями проходили большие соревнования. Только в нашем спортивном гимнастическом зале проходили соревнования Черноморская Чайка 28 раз. В советское время было построено такое, столько историй у него такая, столько там людей тренировалось. Сейчас это все разрушить и останется это все пустым, как было, только словами. Это было бы, мягко говоря, непростительно. Дальнейшую судьбу, что нам ответит руководство города, дальнейшей судьбы Спартака. Чтобы нас не обманули, а заверили, что ребята, там будут проведены реставрационные работы с Харом. Спартак будет работать по-прежнему. Проводку мы поменяли в 2011 году. Все ванцы, ванны, ванны. Ванны, ванны. Все в порядке.